Солдатская выправка и серьезный сосредоточенный взгляд. Два с половиной года Полина Землемерова не пропускает ни одного патриотического мероприятия. Признается, быть в таком знаковом месте для нее важно. Я очень люблю патриотические мероприятия и для меня было огромной честью передать знамя Победы. Юноармейцы, ветераны, дети войны, серебряные волонтеры, представители администрации и теруправлений собрались на Поклонной горе в Музее Победы, чтобы дать старт 10-му юбилейному этапу военно-патриотической эстафеты «Салют Победе». Сегодня находимся на Поклонной горе. До этого мы приезжали к Стелле, город-герой Москва. И весь год мы будем изучать победную Москву. Вермахту поставил задачу такую – 15 августа взять Москву. Москву защищали неполных 7 месяцев, 203 дня и ночи. Это сражение стало одним из самых масштабных. Медаль за оборону Москвы, бессменное знамя Победы и шапка-ушанка стали символами 10-го этапа эстафеты. В торжественной обстановке их передали начальнику теруправления «Спасибо огромное за доверие. С честью вынесем флаг на новую высоту». После торжественной церемонии собрались в зале памяти и скорби, чтобы возложить цветы и вспомнить всех тех, благодаря кому удалось остановить захватчиков на подступах к столице. «Это трогательно и больно слушать, что в наше время досталось нашему поколению пройти через трудности. Но мы преодолели, защитили Москву и дальше погнали немцев до Берлина». Десятый этап эстафеты «Салют Победе» только начался. В его рамках в образовательных учреждениях и домах культуры Одинцовского округа пройдут акции, посвященные истории Московской битвы. Василиса Ивашкина, Татьяна Верняковская, Станислав Трифонов, телекомпания Одинцова.